Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 января. Я сегодня еще раз отвечу на ваши вопросы на канале YouTube, потому что есть немного свободного времени. Вот сейчас я настрою свою камеру. Потому что вчерашние видео породили очень-очень много еще вопросов. Я хочу вам почитать, и вы поймете, вот сами увидите, что сколько людей, столько мнений, какие противоречивые комментарии люди пишут к одному и тому же видео, к обсуждению одного и того же сорта томата. Вот кардинально разные. Вот особенно про монгольский карлик, который я сказала, что буду стелющимся в теплице. Ну ладно, я вам не буду пересказывать, все сами сейчас увидите. И поэтому я сколько раз вам говорила, сам не попробовав, вы не поймете, как вот основываться на советах, ну как на рекомендациях других людей, когда один пишет одно, а другой вообще противоположное. Я вчера начинала с поздравления Ларисы Горяной. Вот сейчас все, что после нее пришло, свежие комментарии, буду вам читать. Вот про ранний урожай перца, очень актуальный вопрос, пишет Залифа Белина, но она, правда, меня Ленькой называла, опечатывалась, а я сначала не поняла, Ленька, какая вы умничка, думаю, то ли Лелька, то ли Оленька. У меня вопрос, я сажала рано, имеется ввиду перец, но почему-то перец дома начинает свисти, а потом уже при высадке цвет опадает. Что делать в таких случаях? Вот это самая главная проблема, которая нас подстерегает при получении раннего урожая перца. Поэтому во всех видео я всегда говорю, ту партию, которую вы хотите вырастить для раннего урожая, делайте минимальную, потому что она не отдаст такого урожая, который вы получите при более поздних сроках, когда садите. У нас так реагируют растения на любую стрессовую ситуацию. Пересадка для них стресс. Стрессовой ситуацией может быть то, что вы перенесли из комнатных условий, сразу, например, куда-то, ну, или в открытый грунт, или в теплицу, там, естественно, и температура почва другая, температура воздуха другая, он резко может среагировать. Перцы могут, это, опасть не только цветы, но и листья. Они даже листья могут сбросить, если им что-то не понравится. Стрессом для перца может являться и повреждение корневой системы при пересадке. Он очень реагирует, он очень нежнее намного, чем томаты, поэтому я вот очень-очень подробно говорила, что нужно весь этот земляной ком. Я вот рассказывала, как ребеночка взять, прям перенести осторожно, и вот так осторожно его приравнять. Но все равно цветочки будут опадать, и вы должны быть готовы к тому, что если вы посеете перец рано, такого урожая, как он может дать в нормальных условиях, он вам не даст. Скорее всего будут и опадения цветочков, и формирование кроны, совсем по другому сценарию, не как обычно. Перец у нас немножечко капризный. Так вот она пишет, извините, имя обчатывалось неправильно, но я уже поняла, ничего страшного. Так, сейчас мы всех, кого прочитали, будем сердечко ставить, что нам понравился, их комментарии. Оля, большое спасибо за видео, не пропуская ни одного. Хочу спросить, среднеранние и среднеспелые, это одно и то же по сроку созревания? Елена Пикалова спрашивает. Вот мне одна девушка даже присылала выписку там с комментарием специалиста. Можно считать, что это ранние. И вот они, если они сами, вот растеневоды, ученые различают, среднеранние и среднеспелые, то для огородников, вот для таких любителей, мы можем считать это одно и то же. Там разница в 5 дней, 5, 7, некоторые даже одинаковый срок указывают, например, ну 110 дней, а другой 105-110 дней, а это 110-115. Для нас никакой разницы нет, что среднеранние, что среднеспелые, потому что они, смотрим, вообще как, смотреть надо, конечно, по указанию вот этих вот цифр, 120-130 дней, ну а больше всего проверяем только на собственном опыте. Вот посадили два томата, они в одно и то же поспели. Я не думаю, что вы различите на своем участке 5-6 дней или даже 8 дней. Кто-то вызрел раньше, кто-то вызрел позже. Даже если первая помидорка поспеет раньше, то весь основной урожай, они будут идти на говногу. Так вот, простелющийся монгольский карлик Татьяна Лысенко спрашивает, а где его можно купить? Я знаю, что он продается в интернет-магазинах во всех, но там цена 70-100 рублей за пачку, я уже говорила, что цена неоправданно высокая. Ну, можно еще, если вы в одноклассниках общаетесь с людьми-огородниками, можно попросить с кем-нибудь обменяться. Вот мне тоже прислали, просто такие же простые люди, непокупные семена, свои с огорода в мешочки. Как получить ранний урожай томатов в видео, и написано, спасибо, в этом году буду с вами пробовать, надеюсь, получить ранний урожай. Ранний урожай томатов получить намного проще, поэтому можно пробовать, даже если, ну, качество рассада будет немножко не такое, если выберете такие сильные неприхотливые сорта, ранний урожай томатов получить, ну, несложно. Вот, к видео о заказах спрашивают, а новые заказы вы принимаете, пишет Руда, даже не могу прочитать, не по-русски пишут. Ну, именно в этом видео я и говорю в конце, что новые заказы принимают так-то, так-то, люди не досматривают, не досмотрят, выключат, а потом пишут этот же вопрос, на который я ответила именно в этом видео. Я думаю, что если вас это интересует, то именно вот о заказах вам надо было досмотреть до конца, там вся информация есть. Елена Клинк. Здравствуйте, обожаю томаты. По мне, правильно сформированный куст томата, увешанный гирляндой из плодов, ничем не уступает кусту розы. Тем более, что сейчас есть просто потрясающие сорта томатов, особенно у коллекционеров. Я проживаю в Сибири, в Алтайском крае, причем в северной части, и тоже поддавшись рекламе. Тут про банановые ноги, что он не очень ей понравился, потом из любимых сортов загадка природы. Вот кого интересует, прочитайте комментарии вот этой девушки, тут она очень много подробно пишет, указывает очень много хороших сортов. Вот кто-то спрашивает, а какие сорта самые лучшие? Много попробовала партнер, семена очень дорогие, до 100 рублей за пачку, но все, как правило, безвкусные, больше сажать не буду, уступают сортам сепсада. Тут все подробно-подробно. И в самом конце хочу прочитать вам самое важное. В любом случае, уважаемые садоводы и томатоводы, мы-то садовые феи, как никто знаем, что мир томатов это очень увлекательный, разнообразный, живой, чудесный мир. Ведь мы из какой-то семечки, былинки получаем красивейшее, вкуснейшее растение. По мне, это и есть волшебство, которое мы воспринимаем, как что-то обыденное. Вот эта Елена, это такая же родственная моя душа с поэтическим уклоном. Я свои томаты тоже выхожу в огород, они у меня и толстячки-сибирячки их называют, и мои красавицы, и мои любимые. И эти, особенно если которые ворсистые, вот такие, как Шахерезада, вы мои пушинки, вы мои снежинки всяко. Вот есть люди, которые не только выращивают для еды томаты, вот это самый правильный подход, потому что я так думаю. Ну и для поднятия своего настроения, вот для такого, для оптимистического настроя. Сейчас в автобусе едешь, все обсуждают, как мало добавили нам пенсии, как плохо все у нас в стране. Я слушаю и улыбаюсь, я никогда в такие дискуссии не вступаю. Я когда шла на пенсию, я всегда знала, что на этот размер пенсии прожить невозможно, что что-то нужно делать самой. Я никогда не прошу ничего у государства, не обижаюсь. Вот посмотришь на этих питомцев, и кажется, жизнь-то прекрасна, но не надо по мелочам. Конечно, и трудно жить пенсионерам нам, и не хватает нам, человеку хоть сколько, да, ему всегда не хватает, но есть в мире и прекрасная сторона, мы должны, написано добрый день, не подскажете, где вы проживаете, алтайский край, город Биск, мы должны радоваться хотя бы вот тем мелочам, которые нам доступны. Я вот всю жизнь не видела море, ни разу не была за границей, ни разу не носила бриллиантовое колье и кольца с бриллиантами. Ну и что, я не считаю, что я прожила плохую жизнь, насыщенную, я довольна, я счастлива, здорова. Ольга, я живу в Карелии, у нас лето тоже короткое, как вы думаете, можно ли сажать мне тогда, когда и вы сажаете? Я думаю, что можно вот с нашим сибирским регионом, мне кажется, всем можно садить и средней полосе России, и с северным районом. Мы такой регион, что, ну, опять же, мы садим же в разные сроки, я вам говорила, что кто-то садит пораньше, кто-то садит попозже, всякое. Так, можно ли заказать семена или уже поздно, пишет Светлана Юрченко. Ну и еще раз говорю, что в этом же видео, к которому вы написали комментарий, не знаю, или люди смотрят в полглаза, или слушают в полуха, там как раз и указано, что можно еще заказы делать. Вы, если под этим видео пишите комментарии, вы должны были это услышать или увидеть. Так, пишет вот Елена Тищенко. У меня небольшая теплица, всего 3 на 6, высаживаю томаты в среднюю самую широкую грядку, 20 тендентов, немного в открытый грунт, и мне томатов некуда девать, угощаем соседей. А 120 кустов, это куда вы их деваете? У меня семья 5 человек, и нам хватает и поесть, и заготовки сделать. Но этот вопрос очень странный, я уже ей ответила, что если вы находитесь на моем канале, где написано про заказы семян, про вот все это, про массовое выращивание и рассады, и всего, и про заготовку семян, я высаживаю 2000 корней, я отвечаю, куда их деваю, всем зрителям известно, заготавливаю семена. Вот на такие вопросы отвечать время, конечно, даже жаль, находится человек на канале, но посмотрите тематику. Так, добрый день, а я еще придерживаюсь для посадок женские дни, среда, пятница, суббота, никогда не высаживаю, в полнолуние и новолуние. Это вот у нас опять про лунный календарь и про запрещенные дни, тут уже мне и написали, что мне надо идти в цирковь, раз я в полнолуние не сажу, значит я это там, это шарлатанство календарь. Ну, у каждого, опять же, сколько людей, столько мнений. Так, тут опять про заказы. Про заказы я здесь не буду, вы мне, кто заказывал мне семена, вы пишите туда, где вы заказывали, здесь не нужно засорять наши обсуждения тем, лучше все отдельно. Заказы там, тем и здесь. У меня в Ленинградской области лунный календарь составляет машинков, наш огородник, очень удобно пользоваться, называется огородный светофор. Я и говорю, что в каждом регионе все составляют разные. Так, а так хочется толстостенного перца, большого, пишут про ранее посевы перца, пораньше посеять, будем пробовать, спасибо большое, пишет Яна Филиппова. Ну, конечно, если вам хочется побольше и потолще, то надо посеять пораньше и вложить туда побольше всего, и заботы, и ухода, все. Тут опять про заказы, мы это даже читать не будем. Так, вот тут пишет Артем Ратов. Не пойму, вы говорите, сейте перцы в конце марта, вот недавно вышло, видите, где вы сейте, ну что вы, и в январе, и в феврале. Я отвечаю, еще раз говорю, я вот вообще сейте и в 3, и в 4, и в 5 сроков, и чтобы было понятнее, я вот ему ответила, что с 10 по 20 февраля у нас сеют для теплиц, но если для раннего урожая, то некоторые сеют и в конце января, я вот нынче в конце января тоже буду небольшую часть сеять. Для открытого грунта сеем с 20 февраля, и можно сеять до конца марта, в зависимости от сорта, но в конце марта нужно сеять только скороспелые сорта. Посев перца у нас в сибирском регионе люди растягивают с конца января и до конца марта. Сеем кто во что гораст. Все это индивидуально, в соответствии с каждой, со своими условиями, с климатом. Кто хочет пораньше, сеет в январе, кто хочет стандартные сроки, сеет в феврале, кто опоздал, сеет даже в марте, но в марте только скороспелые и такие ультра ранние. Это можно говорить хоть бесконечно, но все равно кто-то не поймет, пока на своем опыте вы не попробуете посеять то раньше, то позже, вы потом узнаете, когда вам именно удобнее. Вот интересный комментарий, нашла свои семена за 2010-2013 год, скажите, можно ли сажать их. Я пишу, можно их сеять, но желательно проверить процент схожести. Я про это вот даже сниму видео, я в прошлом году снимала. У томатов очень длительный период, вот этот годности, до 7 лет. Если 13-й год прошло всего 5 лет, вполне они готовы, ой, пригодны. Но нужно проверить, нужно замочить 10 семян и сколько из них взойдет. Если проклюнется только 5, то количество семян для высева увеличивать в 2 раза. То есть, если вам нужно 20 кустов, то сеете 40 семян. Имеете в виду, что половина из них не взойдут. Если проклюнется 8, то увеличиваете, ну вы поняли, 80% будет схожесть, 50 или 10. Меньше 50%, если проклевывается всего 3 или 2 семечка, то вообще эти семена лучше не использовать. Но если сорт очень дорог, и если вы хотите его как-то восстановить, возобновить, то можно посеять много, и по 2 семечка с десятка, если вырастет, то вы сможете вырастить полноценные кусты и набрать свежих семян. Вот про монгольский карлик началось обсуждение. Я как раз тут выложила. Ох, Олечка, мне кажется, что все-таки будет мешать монгольский карлик в обслуживании других. Хотя планы надо притворять жизнь с Рождеством. Вот любимая помидоринка, такое название, дала такой комментарий. А дальше вот будет совсем другой. Так. Оля, ходите по всем магазинам, как есть у вас, и я думаю, что Настеньку вы найдете. Я у себя так делала, нашла Настенька, живу в Брянской области, но это, вероятно, не мне. Монгольский карлик продают в Уфе 56 рублей 10 штук. Вместо толстого джека выросли черри и даже меньше. Это вот говорят про то, что у меня ночью толстый джек вырос, хороший, мясистый, такие томаты, а вот у некоторых выросла черри. Пишут, Оля, у нас в магазине монгольского карлика никогда не было, не видела ни разу. Настенька встречается, видела в двух вариантах. Это я отвечаю. Пишут, здравствуйте, с праздником, просто заслушалась, когда вы все понятно рассказываете. Подскажите, а в продаже бывают семена монгольского карлика и Настены? Заранее благодарю. Я пишу, что монгольского карлика у нас никогда не было, я ни разу в жизни не видела. Мне вот прислали люди, я уже говорила, а Настенька у нас встречается. Я даже в двух вариантах видела цветные пакеты, белые. Но у меня именно Настенька, а не Настёна. Есть ещё Настёна какой-то гибрид, есть Настюха или ещё какая-то. Короче, вот эту Настю просклоняли в трёх вариантах. Все эти семена, я не знаю, чем она не отличается, но у меня именно Настенька. Пишет Наталья Панова, спасибо огромное за то, что рассказываете, ничего не утаивая, делитесь своим опытом. Не утаивать смысла нет, с собой не унесёшь. Осталось немного, нужно всё рассказать. Так, Оля, увидела ваше видео и матрёшу. Я сажала в прошлом году первый раз помидоры в теплице, но вичок в этом дело сажала именно матрёшу. Выращивала два стебля, помидоры очень вкусные, сладкие, крупные, чуточку не по рисунку, сердцевидные. Всей семье понравилось, буду сажать и в этом году, но немного. Так, дальше пишет Алия. Оленька, как вас понимает, сама несколько раз переделывала схему. Вот схема посадки. А вот получу вашу посылку с семенами, снова нужно будет переделывать. Тут пишут про перец ранний посеве. Сею два срока. Рамира Толстяков в конце января. Ну, я вот тоже Рамира собралась в конце января сеять, потому что он у меня не выизрел в том году. Остальные после 10 февраля. Ну, точно так же, как я. Нравится Воловье ухо? Тоже нравится. Нравится Рид, Нордкинг, Горос. Да, Ольга, спасибо за советы. Действительно, надо по дням смотреть, сколько лет выращиваю перец. Семена давно свои. Надо теперь поискать сроки по созреванию правильные. Где посмотреть каталог? Каталог посмотреть можно или у меня на Одноклассниках в странице, или написать. Вот здесь почта указана. На электронную почту, на ящик, на мой. Я вам вышлю по вашему запросу. Спасибо за советы. Я одна из тех, кто старается делать все по календарю. Вот видите, для кого-то, ну, ерунда, а кто-то... Но только пока дома растюхи. Все, потом благоприятные дни по моему календарю. Это выходные. Нет возможности бросить работу, бежать сеять, высаживать, пересаживать. И у многих такая же ерунда, если человек работающий, ему не до календаря. Сажала в 2018 году монгольского карлика в ноги к высоким. В первом южном ряду не понравилось. Тянет тонкие веточки. Урожайность никакая. На улице были хороши. Тут это Валентина Одинокая пишет. Оксана Тамазова пишет. Оля, как показывает себя ботяне в открытом грунте. Ботяне в открытом грунте плодоносит. И прекрасно вот эти плоды возревают у нас в сибирском регионе. Главное не запостать с посевом. Потому что он все-таки крупноплодный. И хочется его получить именно созревших на кустах. Татьяна Иванова пишет. Уж вроде потаре все знаю. А нет, смотрю, слушаю, вдруг что-нибудь новенькое. И ведь нашла. Ну все, пакетики. Оля, поражена вашей трудоспособностью. Дай Бог здоровья, это в мое сознание укладывает. Чуть-чуть отдыхаете? Да, я чуть-чуть отдыхаю. Совсем чуть-чуть. Тут одна девушка, вот посевы 2012, какие томаты выбрала для теплицы. Там я схему показала. Пишет. Какой маразм, Татьяна Маренко. Но я пишу, что если для вас это маразм, и вот для всех сразу отвечаю, то вам необходимо об этом написать в такой грубой форме, значит вы просто ошиблись с каналом. У меня на канале все культурные, доброжелательные, огородники. Если чье-то мнение не совпадает с моим, то люди выражаются корректно в форме дискуссии. Вам нужно смотреть другие каналы, на которых такая форма общения допустима. Я вот сколько читаю комментариев, все люди доброжелательные. Все даже если вот, например, даже про тех же карликов, вот сейчас про клубничное дерево. Один пишет, а у меня получилось, а у меня не получилось. Никто же, ни у кого даже в голову не приходит, ой, вы зачем так садите, это маразм. Каждый хозяин на своем участке, в своем огороде. Я могу делать так, вам не нравится, делать могу по-другому. Так, приятно вас смотреть и учиться. У меня такая же теплица, входит 67 кустов. Вы что, по 2 в лунку садите? Это же будут заросли, Ольга Белоусова пишет. Вот, посмотрите летнее видео, где я показывала, где у меня было 140 кустов, никаких зарослей там нет. Если уход достойный, если вы вовремя все делаете. Вот пишут, мне понравилось клубничное дерево, не крупное, но урожайное, очень сладкое, хороши в засолке. И тут же пишут, у меня тоже клубничное дерево было в теплице, никаким. Отказалось от него, есть более вкусные плодовитые сорта. И пишет Людмилка, клубничное дерево садила в теплице, совершенно не впечатлило. Мощное, крепкое растение, неурожайные плоды, не крупные, плотный, вкус заурядный. Садите проверенные сорта. Людмила, ну чтобы сорт был проверенный, ведь его надо посадить и проверить. Как я могу чей-комментарий взять за истину? Или те, которые пишут, что урожайные, сладкие, хорошие, или те, которые пишут невкусные совсем. Вот видите, почему обязательно нужно проверять именно в своей теплице, в своем регионе, в своих погодных условиях. Так, и про монгольского карлика. Но мы не дошли. Одна девушка написала, что она уже пробовала так садить монгольский карлик, и он у нее получился, и она его вырастила. Но все остальные люди все-таки опасаются и думают, что у меня ничего с этим не получится. Но буду пробовать. Все, время истекло, потому что очень-очень быстро проходит время. Я и так стараюсь уже бегом-бегом-бегом, кувырком все отвечать. До свидания. Вот это были вопросы, которые вы мне задавали. Вы понимаете, что если я даже вот так устно отвечала 20 минут почти, а если бы мне печатать каждому ответ, я сидела бы полдня. Поэтому извините, печатных ответов сейчас уже скорее всего не будет. Горячая пора наступает. Если что, я вот так устно буду отвечать быстро-быстро, хотя бы раз в два дня. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот наши вопросики, ответы, наше общение. Все.